Впервые за историю современной России за последние 20 лет рынок жилья в Москве ведет себя необычно. Решение нового мэра в первую очередь разобраться с пробками на дорогах и парковками привело к практически полному прекращению нового строительства. Площадки под застройку не выделяются, освоение промышленных зон временно приостановлено. Как это скажется на столичном рынке жилья? Попробуем в этом разобраться. В эфире программа «Свой дом» и я ее ведущий Иван Пашков. По логике, чем меньше новостроек выставляется на продажу, тем они должны быть дороже. В одной только столице в улучшении жилищных условий сегодня нуждаются более 400 тысяч жителей. И это те, что зарегистрированы городскими службами. Но цены на новые квартиры почему-то вверх не ползут. Рынок замер в шатком равновесии. И это уникальная ситуация. Если смотреть на российский рынок недвижимости, который начал формироваться, по сути дела, после распада Советского Союза, как раз 20 лет назад, то мы увидим, что за все эти 20 лет все привыкли к какой-то единообразной ценовой динамике. Либо все дорожало в лучшие годы, либо все дешевело, все падало в цене, когда приходили кризисы, будь то дефолт 98-го года или недавний кризис. И в этом отношении и застройщики, и риэлторы, и покупатели квартиры привыкли к тому, что нет особого смысла смотреть на свойства самого объекта. Застройщики пытались построить неважно что. Главное в Москве, где всегда все раскупалось, или в лучшем случае в Подмосковье. Соответственно, риэлторы, опять же, как бы не особо трудились над тем, чтобы работать с покупателями жилья по той простой причине, что все сметалось и так. Покупатели квартиры вынуждены были брать то, что есть, потому что, в общем-то, если не купишь то, что строят, то какая альтернатива, да? Соответственно, немало покупателей было инвестиционных, которые вообще даже не приезжали, не смотрели сам объект. Просто покупали, исходя из соображений, что надо вложить деньги, потом перепродам, все равно дороже, чем купил, неважно что. Соответственно, сейчас, по сути дела, на рынке начинается и уже началась утряска, отделение пшеницы от плевел. По сути дела, на рынке не так много действительно хороших качественных объектов, независимо от их ценовой категории. И в элитном жилье есть немало такой, как бы, квази-элиты, да, которая по цене заявлена очень высоко, но по своим качествам имеет довольно серьезные недостатки, не соответствует цене. Если брать, как бы, жилой фонд на вторичном рынке, то тоже немало объектов с теми или иными недостатками, при этом переоцененных. И, по сути дела, уже второй год мы наблюдаем на рынке действительно непривычную ценовую динамику, когда нельзя сказать, растут цены или падают. Потому что одновременно на рынке могут соседствовать разные тренды на разные типы жилья и даже на разные квартиры. Что-то прибавляет в цене, что-то требует, наоборот, скидки вниз для продажи, что-то топчется по цене на месте. Сколько продлится такая ситуация? Главный вопрос, который волнует строителей, продавцов квартир, финансистов и, собственно, потенциальных покупателей. Ответа на него пока нет. Однако общее напряжение на рынке растет. Еще в марте представитель ипотечного банка Игорь Ларин рассказал нам, что по всем расчетам люди должны вот-вот ринуться покупать жилье. Сейчас очень актуально говорить о таком вопросе, как отложенный спрос. Это, ну, понимаете, да, что я имею в виду? Активность и желание людей приобрести квартиру с помощью ипотеки, оно заметно. Вот сейчас, марта 2011 года, мы видим, как вот прошли, скажем так, такие спокойные, традиционно сонные для России месяцы, это январь-февраль, и мы уже видим существенную активность в 2011 году по сравнению с 2010 годом. Отложенный спрос постепенно идет, но говорить о том, что он уже вылился на рынок, еще нельзя. А поэтому о ситуации на рынке вирусе можно сказать, что там идет некая стагнация. То есть цены постепенно растут, но какого-то колебания как вниз, так и вверх пока еще не происходит. Отложенный спрос – это нереализованные планы людей, желающих улучшить свои жилищные условия. Из-за кризиса они не смогли купить квартиру, но кризис кончился, и по всем расчетам люди должны взять свои деньги и начать покупать жилье в прежних, до кризисных объемах, и тем самым подтолкнуть цены вверх. Однако, когда этот процесс начнется, два месяца назад, наш эксперт предсказать не рискнул. Взлета цен на жилье ждут и строители, ведь новостроек в городе действительно очень мало. За последние два года их количество сократилось на треть, а теперь еще и новые столичные власти решили попридержать темпы строительства жилья, чтобы не увеличивать количество машин в городе. В март он показал, повторюсь, рекордное количество сделок, причем по всем сегментам. И в апрель мы уже вошли, практически, вот я говорю, повышение цены произошло где-то в диапазоне от 20 до 30%. При этом, как бы пока это имеет статус заявленных желаний, имеется в виду, то есть цена поднялась, но сделки еще либо идут в недостаточном объеме, то есть сказать, что этот рынок освоил нельзя, но тот интерес, который по-прежнему остался уже на новом ценообразовании, говорит о том, что за май-июнь пройдет достаточное количество сделок, чтобы уже окончательно утвердиться, что да, этот рубеж взят. Для застройщиков, естественно, ждать повышения цен. В борьбе за покупателя они с каждым годом возводят все более качественные и комфортные дома. Логично, что новое и улучшенное жилье должно котироваться дороже, чем старое и менее качественное. Но вот вопрос, есть ли у людей деньги на покупку? Мы вот так легко с вами обсуждаем, говорим, что цена вырастет на 20-30%, а вы посчитайте это в деньгах. Есть разница, там, скажем, сегодня это стоило 5 тысяч долларов за квадратный метр, вернее, еще в марте, а уже сегодня вам это предлагают по 6,5. Полторы тысячи умножьте там на 100 метров, это 150 тысяч долларов. Эти деньги нужно заработать. Все, что я могу посоветовать в этом случае, это мотивироваться не только теми возможностями, которые есть сейчас, то есть именно финансовыми, все-таки смотреть, что можно сделать с точки зрения ипотеки. То есть на сегодняшний день ипотека перестала быть таким, знаете, хищником. То есть ты взял квартиру, взял ипотеку, и завтра без квартиры. Это часто показывают по телевидению, там, каком-нибудь, в хронике происшествия, еще что-то, без денег и без квартиры. Вот на сегодняшний день, ну, во-первых, как бы прошедший период показал, что государство не оставило в критической ситуации пайщиков, заемщиков, их поддержало. И на сегодняшний день банки действительно борются за клиентов. Но даже уповая на ипотеку застройщики не исключают, что их ожидания могут затянуться. Слишком много факторов способны повлиять на желание людей покупать квартиры. Что будет дальше, сказать крайне тяжело. Как показал опыт, мы сейчас становимся сильно зависимы от таких вещей, там, как, скажем, как климат. Условно говоря, имеется в виду лето прошлого года, когда в Москве была такая ситуация, что вот меня всегда удивляли аналитики, которые писали, что что-то происходит. Летом рынка просто не было. То есть не было, были продавцы, был товар, но не было покупателей. И поэтому никто не проводил никаких акций. Все только пытались как-то приспосабливаться. И появилась такая дикая довольная вещь для рынка. То есть стали показы квартир ночью, когда не так жарко. Вот. Поэтому если все будет нормально, я думаю, что конец года мы... Где-то цена вырастет не на 20-30 процентов. То есть итоговый рост будет выше, я думаю, что где-то процентов под 40. Однако даже у таких осторожных прогнозов со всеми оговорками есть противники. И они считают, что одно только сокращение объемов строительства в Москве вряд ли что-то изменит в общей картине. Можно говорить о том, что недостаток предложения мог бы привести к еще большему росту цен в Москве. Но важно понимать, что, во-первых, в Москве и так цены уже нередко дороже, чем в европейских столицах. И крупные бизнесы, инвесторы, они скорее пойдут туда, либо на другие рынки. Для среднего класса, для обычных людей, которые покупают для себя, московские квартиры, в общем-то, уже давно и так недоступны. Как правило, эти люди покупают в Подмосковье, в ближнем, в среднем, где цены хоть как-то коррелируют с зарплатами. Это все равно московский регион. То есть, как бы, да, люди готовы нередко ездить на работу на электричке из Подмосковья. Но, как бы, приобрести все-таки жилье по той цене, которая хоть как-то доступна. Поэтому, несмотря на сокращение объемов строительства в Москве, можно привести немало аргументов о том, что выше трости особо некуда. Да, конечно, если будет происходить общемировая инфляция, и в ближайшие годы будет дорожать все, и недвижимость во всем мире, и все другие активы, то, конечно, московская недвижимость, она будет не отставая, также прибавляя в цене. Если нет, то я думаю, что, в принципе, она и так находится сейчас на пределе своей цены. Соответственно, как бы, рынок есть рынок, и немало спроса перетекает в Подмосковье. И это очень четко видно. Например, все те покупатели, которые 5-10 лет назад покупали новостройки в Москве, сейчас они по ценам просто не в состоянии покупать в Москве, они покупают в Подмосковье те же самые новостройки. Поэтому я рассматривал бы Москву и Подмосковье в плане рынка недвижимости как некий единый рынок. И в этом плане дефицита здесь никакого нет. Есть дефицит предложений в центральной части города, но там и так настолько все дорого, что, в общем-то, доступно только для достаточно узкой прослойки богатых людей. Надо понимать, что они себе уже давно все купили. Будут ли они покупать третью-пятую квартиру с целью инвестиций? Ну, тоже вопрос философский. Закономерный вопрос, что делать в такой ситуации, имеет довольно четкий ответ. Выбирать, но не торопясь. Время пока есть. Мой совет выбирать, потому что сегодняшний рынок хорош тем, что на нем отсутствуют какие-то резкие перемены, резкие движения. Соответственно, хватать, что попало, и быстрее покупать надо тогда, когда цены резко растут. Ждать, когда цены, очевидно, падают. На сегодняшний момент, как бы, какой-то ярко выраженной динамики вверх или вниз, скорее всего, не будет, а значит, есть время выбирать. Я думаю, что эта ситуация продлится, как минимум, до выборов, то есть, как минимум год. Многое будет зависеть от того, какие новые задачи, программы прозвучат после выборов. В зависимости от того, кто станет новым президентом, это, соответственно, повлияет на психологические настроения, прежде всего, на рынке недвижимости. Но на сегодняшний момент я считаю, что выбор должен зависеть от конкретного объекта. Если человек нашел тот объект, ту квартиру, которая его во всем устраивает, то я бы покупал по той простой причине, что ждать, что она станет дешевле, скорее всего, не станет. Уйти она может уйти, прибавить в цене, по крайней мере, на уровне инфляции, скорее всего, прибавит. Поэтому надо покупать по той простой причине, что дешевле вряд ли получится, а можно потерять тот объект, который как раз-таки вам подходит. Вот если не удается найти ту квартиру, которая вам нужна, нередко такое бывает, что человек месяц смотрит, два-три, и вот все не то, то хватать сейчас, как раньше, до кризиса, абы что, потому что станет дороже, надо взять хоть что-нибудь, вот такого сейчас, на мой взгляд, нет, и хватать абы что сейчас нецелесообразно. Покупка дома или квартиры – это не просто начало нового этапа в жизни. Это реальный шанс сделать ее такой, какой хочется именно вам. Герои нашего следующего сюжета, въезжая в новую квартиру, решили не следовать замыслам проектировщиков и прежних хозяев и захотели придумать что-то свое. Они даже отказались от услуг дизайнера, когда поняли, что не находят с ним общего языка. Решили все сделать сами. Это оказалось непросто. Им пришлось не только передвигать стены, подбирать материалы для отделки, рассчитывать параметры освещения и воздухообмена. Для квартиры пришлось придумать свою историю. Легенду, которая смогла объединить все помещения в единое целое. Диана, я вижу, что у вас тут уже почти закончен ремонт, осталось светильники повесить. Может, еще мелочи какие-то. А скажите, от чего вы отталкивались? Что у вас было в самом начале? Ну, у нас был предложен определенный проект с делением на функциональные зоны. Но мы решили от него отказаться и сделать все по-своему. Мы очень хотели сделать много пространства, чтобы проводить время всей семьей. Поэтому мы решили объединить кухню и гостиную. Ну, и сделали себе две спальни и гардеробную. У нас много функциональных зон, у которых для хранения мы сделали себе отдельную кладовку и гардеробную, чтобы избежать шкафов. Ну, в общем, в основном у нас акцент и центр квартиры – это наша гостиная, кухня. Вы отталкивались от такой европейской системы, когда кухня объединяется с гостиной. Да, мы просто очень много готовим, и это, на самом деле, основное место нашего пребывания. Спальня только для сна. Но здесь пока еще нету стола. Как звать сюда гостей? Он будет? Гости сюда очень охотно ходят. Нет, у нас будет здесь… Мы планируем здесь сделать остров такой, который будет и место для хранения кухонных вещей различных. И плюс это будет обеденный стол достаточно большой. Диана, а как вы получили разделение на функциональные зоны без стен в абсолютном пустом пространстве? Чем вы это подчеркнули? Ну, пока, во всем случае, пока у нас нет там определенных еще и светильников, у нас это сделано за счет мебели. Но кухню у нас мы выбирали специально, делали ее такой, чтобы она не совсем была похожа на кухню. Это вот за счет фотофартука, который у нас такая картина получилась здесь посреди комнаты. И плюс мы отказались от верхних ящиков, ну, чтобы это было так просторно, не перетягивало на себя очень многого внимания. Но кроме этого, здесь идет отделение полом? Ну, пол у нас отделяет нашу, так скажем, наш коридор. У нас сделан изогнутый коридор, который ведет нас далеко туда, в нашу приватную зону. И мы сделали здесь, сделали деревянный пол, паркет, а там у нас такая мостовая каменная. Она такой, она дает вектор движения в квартире, учитывая, что там еще в дальнем коридоре сделан свет. У нас так, чтобы было так, мы изначально хотели узкие коридоры и такое загадочное свечение там где-то вдалеке. Вот, ну и плюс очень удобно, потому что каменный пол можно сделать с подогревом, а, соответственно, приходя с улицы или выходя из ванны, по которым мы также по нему ходим, это очень приятно. И здесь вы сделали еще какую-то функциональную зону рядом с кухней, маленькую кладовку? Да, у нас там изначально была задумана просто кладовка, а потом мы решили сделать там небольшой второй санузел, вот, и прачечную. И там же находится еще кондиционер многофункциональный? Да, у нас там наверху сделаны все наши кондиционеры и вентиляция, вытяжка кухонная. Изначально было очень здорово, когда мы въехали, там большие металлические трубы, создавалось такое очень необычное ощущение от этого маленькой комнаты. Но потом мы сделали там натяженной белый глянцевый потолок, и за счет того, что у нас там полосатые стены, он отражает это, даже не сразу, ну, не всегда понятно, как бы только входишь туда, где начинается потолок. Вот, вот так. И этот воздуховод, он идет вдоль по всей квартире? Он идет только, ну, он идет только по этой стене, он, получается, выходит в гостиную, кухню и в нашу спальню. Детскими не стали делать кондиционер, так как это не очень полезно для здоровья. А сам по себе уголок, он еще смог подчеркнуть входную зону, отделить входную дверь от жилой? Ну да, мы здесь построили небольшую нишу, которая, с одной стороны, нам дала место для холодильника, и здесь, в доме хранения, здесь будет встраиваемая техника, а с другой стороны, сделала нам такой небольшой тамбур у входа, который несколько отделяет входную зону от всей квартиры. При этом, нам кажется, что нам его функционально при наличии большой гардеробной достаточно хватает, потому что там можно будет и положить ключи, поставить обувь, повесить немножко одежды, все остальное носятся в гардеробную. Еще очень приятное ощущение от него возникает, что нет выхода сразу из гостиной на улицу. Да, ну то есть это такое психологическое, маленькое психологическое разделение, чтобы тебе не казалось, что ты сразу пришел к дивану. Полу обманка, полу, сюрприз. Диана, будьте добры, покажите мне ванну, как вы отделали ее, что там интересного. Пожалуйста, пойдем. А что здесь в ванной сделано? Какая она была в самом начале? Ну, она, во-первых, была без окна. Мы прорубили себе окно для того, чтобы у нас был естественный свет в ванне. Это тоже европейское вене, ванна с окном. Ну, только это можно позволить себе в загородной резиденции, мы это сделали в квартире. В нее свет попадает из окна, которое находится там в следующей комнате в спаре. Да, вот, поэтому это вот у нас, как получилась такая тоже центральная композиция нашей ванны. Вот, ну и плюс мы сделали здесь, мы не хотели загромождать пространство душевой кабиной отдельной, поэтому мы захотели сделать себе большой тропический душ над ванной. Вот, что достаточно, в принципе, удобно, но осталось повесить только шторки. А строительные материалы вы тоже подбирали сами? Получается, да, потому что, в принципе, есть какая-то изначальная задумка, но потом сталкиваешься с некоторыми, там, недопустимыми, например, изогнутые стены, не обложишь не каждой плиткой. Ну, то есть мы бы, может быть, и не стали делать разные плитки, но керамогранит его так не нарежешь. Вот, поэтому начинаешь выбирать, отказываешься от одних, отказываешься от других. В результате, ну, там, функциональность, цена, много разных факторов влияют на выбор конечного материала. Нельзя сказать, что вы искали какие-то особенно дорогие? Нет, наоборот, наоборот, мы хотели сделать, нам интересна была идея сделать бюджетно, но интересно. И из чего это сделано? Это мраморный камень. Вот, здесь и сделана дорожка от входа. Это тоже мраморная крошка. А можете подробнее чуть рассказать о витраже? Что это, откуда это? Ну, витраж мы просто искали, мы хотели здесь поддержать такую азиатскую немножко тему, так как у нас это один витраж в ванну и в спальню. В спальне у нас немножко в азиатском стиле сделано. Поэтому мы вот искали сакуру. Ну, изначально искали картинку сакуры, потому что, ну, и по цветам нам показалось, что будет интересно, так как она сочетается с некоторыми кусочками на плитке, ставками. Вот, поэтому мы искали сакуру и вот наткнулись на тульскую фабрику, которая делает витражи, настоящие витражи, сливая их из стекла. То есть это наше российское производство? Да, российское, да, только что. Тульские мастера. Дина, а про строительные материалы, если мы вернемся к ним, насколько я знаю, вы еще использовали штукатурку у себя в Коре-Горде? Да, у нас, в принципе, достаточно необычные, нераспространенные материалы. Здесь мы практически не использовали на стены обои. Мы использовали либо краску, то есть накрасили в детской спальне, мы просто красили, окрашивали стены. Везде, в остальных местах мы использовали штукатурку. Ну, у нас две фактуры использованы, одна в гостиной зоне, одна в коридоре, ну, чтобы несколько делить цветам. Вы сможете показать? Да, конечно. Дина, а здесь еще очень интересная стена. Почему? И с чего она сделана? Ну, здесь у нас сделана стеклянная стена. На самом деле, у нас много вообще стекла в доме. Мы очень любим естественный свет. И здесь у нас сделан достаточно узкий коридор. Вот за счет этой стеклянной стены он, на самом деле, не давит. Он, мне кажется, таким узким. А колонны – это дерево? Нет, это не дерево. Это мы нашли интересное, где-то декоративные балки, которые обычно используются на потолок. Мы их используем сюда. Это полипропилен называется. И вот это вот покрытие, то, о котором мы говорили, это что? Да, это декоративная штукатурка. Она у нас использована здесь полностью на этой изогнутой стене и в маленьком коридоре. Ну, и здесь еще очень красиво сверху эта стена, где он завершен. На самом деле, да, мы сначала... Вот так, здесь необходим был плинтус для перехода от штукатурки к потолку. Мы, в принципе, приобрели сюда плинтус, приложив его, мы поняли, что это совершенно как-то портит всю задумку этой стены. И поэтому мы решили приделать канат. Решение с канатом, оно, на самом деле, просто нам позволило сделать переход незаметным и достаточно интересным. Отдельным акцентом. И тут светильники еще должны быть какие-то? Здесь, да, здесь планируется повесить много маленьких плафончиков, может быть, на разной высоте, потому что, ну, это у нас есть какие-то тут различные темы. И здесь у нас была тема, вот, может быть, такое отстраненное напоминание небоскребов, как линия небоскребов идет, ну, соответственно, разными высотами светильников, если как-то отделить такую иллюзию, сделать небольшую. И весь этот коридор, он ведет к центральному ведру квартиры, если так можно выразиться, вот к этой круглой площадке? Да, круглая площадка, в которой выходят три двери из двух спальнен и из квартироги. Это спальня, и это вот то самое окно, которое ведет из спальни в ванну? Да, получается, она у нас центральная картина, как в ванне, так и в нашей спальне. Ну, сквозь него, конечно, ничего не видно, то есть там можно быть соспокойным. Да, абсолютно. Только свет пропускают, поэтому днем можно в ванне свет не включать. Вот и здесь уже совсем какая-то другая тема, она больше азиатская, вот потолок деревянный, я смотрю, вы здесь, по-моему, хотите что-то еще сделать в совсем азиатском стиле? Ну, он будет не совсем азиатский, но с неким настроением, скажем так, азиатским, да, мы хотим на потолок еще повесить палантин. Мы здесь, в принципе, не использовали много цветов, в спальне не делали цветные стены именно за счет того, что у нас здесь такое яркое пятно, которое, в принципе, остальное уже обыгрывает будем, вот, там, текстилем и шторы какие-то подбирать. И общая тема квартиры тогда получается какая? Небоскребы в коридоре, Азия здесь. Амстердам на кухне. Да, Амстердам на кухне. У нас тема городов, мы живем в большом городе, у нас виден весь город из окна, поэтому у нас вот разные города получились в нашей каждой комнате. Глядя на такой результат работы хозяев дома, хочется перефразировать слова классика. Квартира не храм, а мастерская. Не стоит ограничивать себя рамками, которые определил за вас проектировщик дома. Планируйте и создавайте свое жилье сами. Разрабатывайте, получайте разрешение и начинайте перепланировку. С вами была программа «Свой дом» и я ее ведущий Иван Пашков. Всего вам доброго. Живите в свое удовольствие. Субтитры подогнал «Свой дом» Субтитры подогнал «Свой дом»